Другая тема недели. Новая информация об обвинениях, предъявленных Евгенией Васильевой. На сей раз ее обвиняют в хищении акций на 190 миллионов рублей. Причем создается впечатление, что Следственный комитет только еще начинает разматывать клубок преступлений, совершенных при прежнем руководстве Министерства обороны. За разматыванием клубка следил Александр Петров. По фактам мошенничества в оборонсервисе возбуждено столько уголовных дел, что похоже в этом клубке начинают путаться даже сами следователи. В четверг Следственный комитет предъявил обвинение Евгении Васильевой в хищении акций 31-го проектного института спецстроительства. Госпожа Васильева и следствием уже предъявлено обвинение в хищении акции этого стратегически важного для обороноспособности страны предприятия более чем на 190 миллионов рублей. Это заявление едва не стало яблоком раздора между журналистами и адвокатами главной фигурантки громкого дела. Быстро подхватив информацию, СМИ назвали это новым обвинением гламурной арестантки, что вызвало недоумение у защиты обвиняемой. Никаких новых обвинений следствие Васильевой не предъявляло. О предъявлении нового обвинения мы узнали из СМИ, заявил адвокат Александр Говштейн. В ответ на эти слова вмешался официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Сочувствую адвокатам Васильевой, которым приходится узнавать о предъявленных своей подзащитной обвинениях из сообщений в СМИ. Но речь идет не о новом обвинении, а о новой информации, которая ранее не распространялась в интересах следствия. По новой информации, акции военного института по заниженной стоимости приобрели две коммерческие структуры. Большую часть, а это 70%, купила некая компания Vita Project, подконтрольная Евгения Васильевой. Таким образом, в частные руки попали акции стратегического предприятия. Расформировать его, ну, было, конечно, преступлением. И вот то, что случилось, это, конечно, большая беда, большой ущерб. И вот это акционирование еще уравского типа, ну, к нему подошли, знаете, как к любому такому пустопорожнему зданию. Вот. И в оценке стоимости, и в стоимости акций. По данным Следственного комитета, именно после того, как пост министра занял Анатолий Сердюков, институт был приватизирован и преобразован в акционерное общество. После этого комплекс зданий в центре Москвы продали за 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это как минимум на 300 миллионов ниже рыночной стоимости. Такой мошеннический клубок, в котором, как правило, фигурирует одна и та же компашка. Это понятно, что оценщица выступает, уже полежавшая на бутырских нарах Сметанова. Но и теперь же сам Анатолий Эдуардович Сердюков, он же, как вы знаете, имел имидж великого менеджера. И уж в чем-чем, а что почем, он разбирался очень хорошо. И прозевать в этой сделке 300 миллионов он никак не мог. А это любимая детича Сердюкова. Женский пансион при Министерстве обороны. Именно по решению экс-министра была открыта школа для девочек. Но даже такое высокое покровительство не уберегло учебное заведение от хищений. По данным военной прокуратуры, при выполнении госконтракта на уборку было похищено 65 миллионов рублей. Предприимчивые руководители умышленно завысили площадь убираемых комнат на 2 миллиона квадратных метров, а территории на 14 миллионов. Таким образом, за наведение порядка нанятая фирма получала одни деньги, а в отчетных документах фигурировали гораздо более крупные суммы. Причина процветающей коррупции в армии в так называемом аутсорсинге – замены военных специалистов на гражданских. Аутсорсинг в армии в 99% был совершенно неконтролируемым. Я бы даже сказал больше. Аутсорсинг в армии стал гигантской кормушкой для Сердюковской малины. Я имею в виду всех вот этих наложниц, всех его людей, которые он привел. Эти люди обращали аутсорсинг не на благо армии, а на благо собственного кармана. Они сказочно обогатились. Как в сказке жила Евгения Васильева. У нее в квартире обнаружили антиквариат, картины Репина и Айвазовского, а также драгоценности на общую сумму 3 миллиона долларов. Не меньшим ценителем искусства был бывший глава славянки Александр Елькин. На юбилей он пригласил американскую звезду Дженнифер Лопес, а у него дома следователи нашли 5 миллионов долларов. Видимо, на карманные расходы. Все эти оборонные миллионеры появились во время правления Сердюкова. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Четыре года парадом российской армии командовал Анатолий Сердюков. Уже почти полгода следователи разбираются в том, что накомандовал экс-министр. В обществе давно ждут жестких санкций в отношении бывшего главы военного ведомства. По данным Левада-центр, более 85 граждан России считают, что Сердюкова нужно отдать под суд. На вопрос, должен ли он ответить за хищением в своем ведомстве, определенно да, высказались 58%, скорее да, 30%. Против посадки экс-министра выступает только 3% опрошенных. На сегодняшний момент посадки, которые все так живут, возможно, будут, будут в ближайшее время. Но эти посадки, это не посадки частого коммерсанта. Это некая плечка заявления, это объявление войны, бюрократии. Начнется ли такая война, большинству граждан непонятно. Ведь пока Сердюков так и не стал обвиняемым. А Васильевой, который хоть и носит электронный браслет на ноге, суд разрешил выходить на прогулку. Да, похоже, что объем вреда, который был нанесен в стране при Анатолии Сердюкове, вообще с трудом подается исчислению. И, кстати, о браслетах. Вчера стало известно об обвинениях в адрес чиновников Федеральной службы исполнения наказаний. Их подозревают в хищении более полутора миллиардов рублей. Бюджетные средства были незаконно освоены ими во время покупки электронных браслетов, стоимость которых была существенно завышена. Сначала чиновники отказались от проведения открытого аукциона на поставку этого оборудования, а затем отдали заказ подконтрольной им организации. При этом оборудование оказалось к тому же еще и бракованным. Браслеты просто не работали. Кстати, вполне возможно, что и браслет, выданный находящийся под домашним арестом госпожи Васильевой, тоже неисправен. И сейчас она находится уже не в Москве, а где-нибудь очень далеко от нее. Во всяком случае, в свете новой информации о качестве этих браслетов, это не выглядит невозможным.